ребятки всем привет я опять на больничном надоело болеть но прострел у меня в общем остеохондрозный прострел ходила вообще вот так вот вот так вот ходила короче скупили пол аптеки вот уже четвертый день я дома но санек он там принес просто хочу так снять хочу он всякую какую-то вкуснятину принес не накрашенная вся такая вот домашняя ребятки извиняюсь за видом вот сейчас покажу что вот пол аптеки скуплена но это мне вот делают уколы раствор ребят короче все вот это саш на сколько до около 40 тысяч уже потратили больше в общем колю но и все и в одной эссенциале параллгин не пошла я в аптеку приходит ко мне медсестра на дом колец системы ксифакам октавигин заодно аквамателл витамин b12 эуфилин в общем ребятки еще мешок смажем да и вот мажем это сами сегодня купил уже смазала сколько не знаю в общем либо меня продуло очень сильно либо где-то короче я но остеохондроз у меня практически с института ну он у всех ну давай сашонка он сегодня пришел с работы накупал тут всякого так сюда будешь складывать так как быть давать себя на раз это страны короче ребят распаковку он взял я могу что-то это сладкого опять набрал я просил одну шоколадка он набрал вон и вафли 2 шоколадки ну ладно ладно но ты показывай как раз пусть короче распаковка ребят от сашонка делай красиво 2 шоколадки не так просила вот тебе много их маленьких я ничего не просила ты сам так это вафли рахат вафли да ребят берем вот такие вот вафли 553 тенге здесь сколько грамм 486 грамм но вкусные да вот так вот самые вкусные это вот эти утро хатус самый вкусный так 360 тенге кукурузу взял этот для салат какой-нибудь а там у меня лежат эти вот это сегодня редьку редька стоит у нас сколько так редька стоит 94 тенге три таких редьки сегодня мы их так нарежем с маслицем солью и скухой так но это сладость это у нас этот каким-то купил он сахар заменить сахар сахар не едим такой сахар заменить он сахар есть и вот он купил я говорю купи себе лучше замените так это к шарику мантовис нас утка утка у нее она любит очень у нас утку утку мы взял печень и паштет так это год печень паштет это ее рацион на неделю то мы слишком растолстел так это сюда так боржоми 400 чем-то тенге но берем каждый мы берем бутылочку боржоми это обязательно так затем йогурт и тебе эрман эрман банан тут какой-то персик на это так для 1.91 тенге тут четыре штучки на 400 тенге сметана вот у нас тут рынок очень вкусная сметана берем вот такую сметану 15 процентов рынок так сколько она 300 чен то 300 чен то тенге а где чек вообще саша чек я в машине мне остался я в карманке потом в карман ну ладно не думали мы делать распаковку так это вот это эмиль творожная масса это которую я развожу вот такую вот развожу творожная масса с ванилином да с ванилином так персик акураган и грецкий орех по 300 1 тенге акции кстати на 1000 тенге нащите где-то по это творожная масса творожная масса так вот это йогурт и тоже run milk два с половиной процентов по 200 228 тенге но вот 600 700 тенге а три йогурта это ананас персик и клубника как пока что-то по три взял саш ну вот три нет три вида и было я по одной попробовать мы не ели ренмилковский такой этот как называется кулпы на и по казахски клубника кулпы на и не знаю почему купоны кулпы на и не на казахском сану казахском все же латинице они сейчас и по латинице пишет не по-казахски по латинице что у нас куплены давить клубника дыми не дыми со вкусом клубники а дальше у нас положить латинице на три штуки что-то делаешь ну как у стру что там шарик отрывал затем черт но молочка как это же берем на тяжелее до 32 процентов 2 литра вот это молоко 2 литра тоже на по 200 ска 200 тенге с чем-то такой молочек берем вкусно чтобы мусором есть такая в больших пакетах но чтобы мусора не было поменьше мусора такие надо клеенчатые брать а не свои эти да потому что мы взяли вот такую вот фигамотину это помело хихао свежая помело мадын чайна даже еще листочек еще свеженький не 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 юар не чайна мадын чайна вот чина китайский да попробуем помылу груши вот взял скажи почем помыла помола но вот же на пакете саж какой из тебя распаковала до свет такой я не вижу них ну вот так сейчас подожди это на тысячу показывай на камеру 1332 32 а за килограмм сколько 819 в россии кстати дороже в россии дорогая такая помыла там помыла выходит около 600 рублей по моему вот это вот где-то я смотрела в распаковке мы попробуем что это за фрукт такой но я-то пробовала ты почему-то к таким вещам не очень так грушки так вот она на 899 тенге цена конференцию берем по 800 чем-то тенге 717 килограмм да 895 такие вот они у конференция да вкусная груша на конференцию когда мы ходим на конференцию мы берем такие груши чтобы кушать их на конференции из-за этого она называется груша конференция когда мы в зале собираем всю конференцию когда мы вдвоем сидим на так это черный принц на 669 тенге атаку стоит 524 524 за килограмм черный принц это очень хорошие вкусные яблочки на вкус ну конечно саш зима зима это все китай бананы это привет от обезьянки как где-то я видел сюда по городу ехал бегущая строка или чё наша обезьянка поможет вам сделать настроение и чё где-то в цуме или где-то в каком-то в обзале этом торговом центре обезьянка и этот как можно с ней фотографируется на 476 тенге а так за 604 тенге килограмм за 34 за килограмм это бананы 4 банана получается 600 478 тенге бананами так сильно не едим но это я взяла потому что купил нашу сашу вытащили кашу да я сейчас кашку сейчас села на дальше закрываешь вот беру вот такой мистраль 5 злаков здесь короче и гречка и пшеница и овсянка и еще ячмень что ли но вкусная кашка и вот я молочком запариваю добавляю туда бананчик молоко либо кефирчиком она 3 минуты либо молочком можно либо водой вот мне нравится половина водички молочка и затем пакистанские мандарины 380 тенге за килограмм вот это я взял на 650 тенге пандарины пакистан нормально на 600 тенге 2 килограмма 2 килограмма сколько штук 2 8 10 11 штук хорошие так и вот они наверное с косточками наверно нет пакистан а эти были марокканские из по 1070 или по 1370 сухие они до с нового года уже все аж высохли ну товарного вида нет но никто не берет их так ну и вот венцом нашей покупки стала стал цыпленок табака приготовленный там кулинария цыпленок табака за килограмм 2500 на 500 а этот стоит 1760 я уже вторую неделю хотел реки гель давай купим и вот тут заболели делали вот недавно уже курицу делали курицу а тут вот заболел я раскрою посмотри заболели и заболел я думаю куплю к я цыпленок табака ну вот он в пакете чем же но вытащи ну я же мы сейчас у разве буду доставать я пока даже руки чистой оголю его так вот вот это вот сопленок табака вот не суховатый нету хорошеньким так вот сопленок табака наберем вот иногда да надо надо кушать такого потому что он с чесночком такой вкуснейший ну недавно да мы делали же с тобой курицу тоже такую мариновали почти но сопленок табака уже жарится сковородке надо уже не печется в этой духовке что ну что еще взяли лекарств как всегда надо врачи у нас тут лазарет еще да не считаю что что еще там мешок тут пакете там короче все мы собираем но все лечимся витамины я сегодня стричь надо мне витамины пьем так что вот и все все что мы сегодня сумел датащить а еще кошки туалет купили этот опилки она уже сходила в туалет вот что спустила мукает сейчас буду вот кормить пришла пришла на сейчас будешь всех кормить и все это все фрукты все перемыть в холодильник все это перемываем потому что приносим когда с этого с магазина все перемываем перетираемся вот эти баночки потом только все разбираем по холодильникам Ну молодец, хорошие покупочки. А на-то я говорю, купи что-нибудь такое вкусненькое, чтобы не сильно вредно. Ну мы же не покупаем каждый день. Более такое. Такое вот. Через два дня. Не каждый не покупает, мы покупаем через два дня. Не, ну раз в неделю мы берем фрукты, отовариваемся. Молоко, молочка всегда, фрукты всегда. А уже знаете, надоело и мясо. Я вот, когда вчера готовила уху, кстати, будет видео у меня на канале, да, царскую уху варила. Так что, в принципе-то у нас горячая есть. А хочется, вы знаете, когда болеешь, что-то вот, какой-нибудь мандаринчик схватить, какой-нибудь творожок такой, вот знаете, легенькая, кашку. Йогурт. Да. Ну все, ребят. Сашонок. Все, пока-пока. Все, мы в эфире. Ты отворачиваешься, зачем? Ты ведешь обзор, да? Все. Ты вот сейчас вот наклонился, зачем? Я же не профессиональный. Ребят, я его учу. Да, да, мы учимся еще-то скоро. Я ему говорю, я не в красе сегодня сделать это. А я в красе. Я говорю, а он говорит, а я не стрижена. Я говорю, ну зато ты это, розовенький. Я-то. Свеженький. Я-то тоже не в красе. Пришел, душ принял. Ну, сегодня что-то пораньше, видишь, так получилось, что пришел пораньше. Ну, надо стричь. Когда он обрастает, я его называю старичок мой. Старичок. Старичка, сегодня будем стричь. Так что, все, пока-пока. Все, давайте счастливо. Не болейте. Да, не болейте. Самое главное, то придется тоже затрачиваться на лекарства. Сейчас очень невыгодно болеть, да? Да, они не дешевые, все цены. А что, один поход в аптеку 10-15 тысяч. Ничего не взял, в кармане можно нести, 10-15 тысяч отдай. Да. Так что, очень болеть сейчас невыгодно. Так что, ну все. Да, все. Давайте, пока-пока. Давайте. Рядом Санеку не даст мне. Да, я здесь. Умереть. Умереть не дадим. Так что, давайте, ребят, пока-пока. Пока ноги ходят, мы будем ходить по аптекам еще. Да. И по магазинам. Ну, давайте, пока. Пока. Все, на этом все закончили, весь обзор. Все. До следующих встреч.